Привет, мои дорогие зрители! С вами Элла Австралия и Игорь. Дорогие мои, можете меня поздравить. Я купила Samsung 24. Новая модель. Купила, потому что на старом телефоне у меня пришёл край. Нету памяти, об этом я вам расскажу попозже. А теперь, вы знаете, я ищу ресторанчик, который видела там, где делают шашлык. Сегодня рабочий день. Посмотрите, какая оживлённая улица. И на этой улице очень интересно. Здесь и пешеходы бегают, и машины ездят. Поэтому здесь нужно быть очень-очень аккуратным. Крутить головой во все стороны, чтобы тебя не придавили. Вот, видите как. Ну, я уже сейчас вижу. Картинка, конечно, очень хорошая. Это моё первое видео на этом телефоне. Сейчас посмотрим, насколько может этот телефон приблизить. Посмотрим сейчас с вами вдаль. Я хочу попробовать вот этот шашлык. Вот здесь вход, куда нам идти. Наверх, вниз. Куда-то мы идём в подземелье. Ну-ка, сейчас. Смотрите, какие. Ой-бой, ребята. Придёмте отсюда. Мы куда-то попали. Не в то место. Я не знаю. Это караоке. Что-то там на караоке-то и не похоже. Мне вообще показалось, что там... Слушайте, ребята, а что это такое, интересно? Ну-ка, сейчас посмотрю. Кул-мюзик. А-а-а, это караоке-бар. Ну вот, сходили за шашлыком. Наверное, шашлык вот здесь. Шашлык отменяется. Мы пошли вниз, а наверху прохода нет. Дорогие мои, куда зашли, сами не знаем. Потому что мы здесь, как слепые котята, тыкаемся, пыкаемся. Ну вот, сейчас можем немножко погреться. А я даже не знала, что сами готовить будем. Шашлыка так и не нашли. Как говорится, next time. Вот чеснок точно мы весь не съедим. Это я гарантию даю. Батюшки мои. Пресвятая Богородица. Ребята, это куда мы попали? Все происходит у вас на глазах. Я думала... Вот что я думала. Я показала на тарелке, что там блюда. Вот этого всего не было. Два блюда. А тут вот такое. А тут 33 принесли. 33 удовольствия. Что-то я в шоке. Давайте к нам присоединяйтесь. Мы же это все не съедим. Это грибок. Свининка. Нет, на меню, я хочу вам объяснить. На меню там было просто две тарелки. А получается, ты хочешь, не хочешь, это к тебе идет автоматически. Там трава какая-то. Два перца. салат, еще салат, еще что-то. Ну, что... Будем потихоньку пробовать. Вот это да. Вот это чудеса. Горький? Ой, горьче? Баба. А, говорит, не горькие. Принесли металлические палочки. И я не знаю, с чего начать мне эту песню. Попробую вот с этого салатика. Слушайте, ну это реально, это не для двоих человек. Пробую. Попробовала я вот этот салат. Очень-очень горький. И по вкусу немножко похож на кимчи. Что вот это одному богу известно. Поднесли еще по-моему, кипящий суп. Мы объяснили, что нам на два человека. Ребята, я не знаю. Тут, по-моему, тоже на пять человек хватит. Вот женщина пожарила мяско. дает нам. Пробую. Она показывает, как правильно кушать надо. понятное. Нет, 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 Сенька. Вот это пир на весь мир. Что хочу сказать. Вот это мясо пожарили свининку. И сейчас уже другое мяско. Хочу вам поближе показать очень вкусный салат. Вот в эти листья, я не знаю, из чего это листья. Нужно ложить сюда мясо, все салатики, закручивать роллом, и получается такой сэндвич. Ребята, ну это реально, это не за два человека. А это крабы. Ничего себе. Это кимчи. Ну вот, единственное, правильно угадала. Вот это кимчи. Очень мягкая. То, что было вот это, я не поняла. я не знаю. Ростки. Вот это очень твердая. Я на вкус не определила, что это такое. Игорю добавку салата принесла. А я свой и не попробовала. Попробовал Игорь сейчас суп. Игорь, на что похоже? Морское. Морское. Что там? Улитки. Вкусно? Да. Не могу утверждать, но вот это, по-моему, по вкусу похоже на наши маринованные арбузы. Еще нам принесли вот такой напиток. Очень вкусный. Здесь какая-то мягонькая крошка. Крошка, крошка. Сладенькая, приятная на вкус. Все это нам стоило 43 тысячи вон. Ну, это где-то приблизительно 43 доллара. Были мы вот в этом ресторанчике. И вот теперь скажите, как можно понять, что заказываешь? Все здесь. На меню такого нет. Вот. Мы заказали вот это и вот это, а другое все нам все принесли в придачу. Так что, когда вы приходите в ресторан, вы понятия не имеете, что вам подадут. Это получается какой-то сюрприз. Игорь, ну и как? Он замерз, он стоит и весь трясется, говорит. Я побежал, говорит. Сзади тебя машина. Господи, ребят, смотрите. Это вот такой трафик у тебя за спиной. Игорь, как тебе такие сюрпризы? Ты идешь, думаешь, что закажешь одно, а тебе принесли 33 тарелки, понятия не имею, что там находится. Он говорит, поставь транслятор и переводи. Ну, в следующий раз, наверное, придется как-то вот с картинки что увидим, то закажем. Ну, в принципе, мы уже так же заказали. Нам принесли полведра на двоих. Мы практически что съели, так и не видно, что мы что-то поели. Огромная, огромная порция. Побежал. Побежал. Потому что на улице, ребят, сейчас может, ну, два градуса, три, а он надел только тоненький светерок. Видите, как, не проехать, не пройти. Вот сейчас еще народу поменьше. А так бывает, яблоку упасть некуда и машины. Справа, слева, ей-богу, не знаю, куда смотреть. Иногда жалею, что сзади глаз нет. Вот тут прохожу, здесь находится рыбный магазин. Цены я не вижу. Вот это, как понимаю, эти улитки, которые мы ели. Здесь еда на вынос. Все готовое. Ничего дома готовить не надо. А вот это мне напоминает наш базар. Наш базар, где продают также в мешочках корейскую еду. Когда я говорю наш базар, я имею ввиду Алматинский базар. Здесь небольшой магазин с одеждой. Интересная куртка. Расписная. Моя хорошая. Пойдемте посмотрим, что есть в магазине. Хозяйка разрешила здесь поснимать. Вот она, какая красивая. красная Да, да, да. Это здесь, в Кореи. Да. Здесь. Это мне, тоже. Это мой канал. И ваш текст просто русский. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да, да, да. И сейчас... Все, ребята, у нас новые сабскрайберы. Окей, окей, окей. До свидания. До свидания. Ой, ребята, какие прикольные. Слушайте, комедия. Вот видите, тяжело мне. Будет вам обзор сделать. Потому что это все надо ворошить. Вот смотрите, какая интересная. Необычная. Качество очень хорошее. К сожалению, нет цены. Цену... Цену мы не узнаем. Очень много всего этой женщине нужно магазин расширять. Но видно здесь тоже высокие цены. Поэтому такой маленький магазинчик. Маечка стоит 28 долларов. А это что такое? Это Шанель. Это не лыком шито. Видите, я не хочу сейчас тут раскручивать у нее работу. Создавать потом. И так понятно. Сейчас аккуратненько положим. Чтобы тут не перевернуть. Так. Арт-галери. Вот тоже очень хороший. Какой плотный материал. Мини... Мини-мал. Мини-бикини. Ну, так хотя бы. Чуть-чуть. Маленько. Сняли. Хоть ничего детального. Но... Вот этот вот тоже. Смотрите, какой интересный. Вот он. Тут поближе показать. О! Смайлики. Будешь ходить. Счастливым. Вот. Смотришь на них. И... Прям как солнышке. Глаза радуют. А вот это, наверное, хрен. Наверно. Вы знаете то, что в Австралии я ни разу не видела, чтобы хрен продавали. Вы знаете, у меня создалось такое впечатление. Днем пустые улицы. Вечером очень-очень много народа. И все после работы бегут отдыхать. Бегут отдыхать. Бегут в маленькие ресторанчики, забегаловки. Полные улицы народа. А я здесь нахожусь какой день, и уже такое чувство, как будто я здесь живу давным-давно. Потому что эти улицы я исходила вверх и вниз уже очень много раз. Ребята, какой кошмар. Вот этот... Вот это вот дает. Вы смотрите, стоит машина. Я стою вот здесь. Он в миллиметре от меня промчался, чуть не зацепил. Вот. Какие тут машины. Боже-боже. Порше поехала. Это просто выставка машин. Да. Ничего себе. Вот поэтому я говорю, тут глаз да глаз нужен. Куда смотреть, не знаешь. Смотрите. 30 километров в час. А тот пронесся, я не знаю. Не знаю сколько. Ну, в общем, нужно быть очень осторожным на таких улицах.